В разгар Первой мировой войны возникла необходимость в инновациях. Война в окопах требовала новых подходов, и именно в 1915-м британцы начали прорабатывать концепцию гусеничных бронированных машин. Эти машины появились на полях сражений не случайно. Понимая, что старые методы ведения войны устарели, инженеры и военные начали искать способы преодоления окопных линий. Взгляните на первые танки Марк-1. Они были длиной около 26 футов, весили почти 28 тонн и имели броню от чуть более четверти дюйма до почти половины дюйма толщиной. Уникальность этих машин заключалась не только в их размерах и вооружении, включающем пулеметы и пушки, но и в названии. Сохранение секретности проектов заставило военных называть их «танк», что означало резервуар для воды. Не стоит забывать и про уникальные идеи, появлявшиеся до войны. Например, российский инженер Александр в 1915 разработал проект легкой гусеничной машины, названный «Вездеход». Хотя революция и политические перемены не позволили проекту достичь массового производства, этот вклад демонстрирует, что идеи создания техники, способной изменить ход войны, витали во многих умах инженерного сообщества. Это открытие смотрит нам большой голод к инновациям, который привел к созданию новых, еще более выдающихся инженерных решений. Совсем скоро нас ждет история о предшественниках, которые удивят даже самых скептичных. Когда говорим о ранних проектах танков, невозможно обойти Леонардо да Винчи. Уже в 15 веке он разрабатывал устройство, напоминающее механическую колесницу. Его чертежи изображали многоугольный, похожий на черепаху, корпус, бронированный из прочных материалов. В этом проекте Леонардо задействовал экипаж из 8 человек и предусматривал 16 легких пушек, расположенных по периметру. Это давало возможность вести огонь в разных направлениях. Леонардо считал, что движение обеспечат мускулы команды, вращающие рукоятки, которые передавали вращение на колеса. Попытка использования лошадей для движения была отвергнута самим мастером из-за возможной паники животных. Кроме того, модель содержала конструктивную ошибку. Колеса с обеих сторон вращались в разных направлениях, делая движение невозможным. Существует мнение, что это была преднамеренная защита от копирования. Хранящиеся в разных коллекциях рукописи Леонардо, от мадридских кодексов до собраний по всему миру, до сих пор вызывают восхищение своей гениальностью. Уникальная идея пушки, основанной на паре и испаряющейся воде, вместо пороха подчеркивает дерзкие эксперименты мастера. Несмотря на вековые разделения, концепция Леонардо получила отклик в 20 веке. Напоминаю, что идеи бронированных машин всегда манили человечество. В нашем следующем шаге мы увидим, как шаги первых инженеров создавали то, что вскоре стало неотъемлемой частью мировых сражений. Первая мировая война привела к кардинальным изменениям в военных тактиках, открыв путь для совершенно новой формы машин – танков. Впервые они вышли на поле боя во Франции на битве при Сомме в сентябре 1916 года. Их появление с 32 машинами стало настоящим шоком для противника, однако массовое применение, оставившее по-настоящему панический эффект, произошло в этом же месяце с применением 49 машин. В итоге на поле боя осталось только 18 из-за множества механических неисправностей. Первые танки были экспериментальными и служили не мощными боевыми машинами, а скорее пробным образцом. Каждый из них весил около 28 тонн, а броня варьировалась от четверти до почти полдюйма. Они были оснащены пулеметами и пушками, но их скорость всего около 4 миль в час активно мешала быстрой атаке. Условия для экипажа оставляли желать лучшего, демонстрируя, что мир только входил в эру бронетехники. Этим использование бронированных машин постепенно начало показывать, что традиционная кавалерия утрачивает свою актуальность в новых войнах. Хотя их важность не исчезла сразу, танки потихоньку начали вытеснять конные войска именно благодаря своей способности прорваться через укрепленные позиции. Эволюция танков продолжилась стремительно. Из первых моделей возникали новые, такие как Mark II и Mark III с улучшенной броней в полдюйма и более мощными двигателями. Эти прорывы стали ключевыми в изменении стратегий, а танки к концу войны превратились в важнейшую часть вооруженных сил, способных преодолевать ранее непреодолимые рубежи. И кому же пришла в голову столь новаторская идея, чтобы привнести это изменение в реальные боевые действия? Наш следующий герой как нельзя лучше ответит на этот вопрос. Эрнест Суинтон кирпичик за кирпичиком прокладывал путь к революционной идее созданию гусеничного бронетранспортера, который смог бы преодолевать вражеские окопы и проволочные заграждения. Он предложил использовать американский трактор Holt в 1914 году, когда большинство даже не задумывалось о таких новаторских решениях. Именно Суинтону принадлежит изобретение термина «танк», который вначале считался шифровым названием для секретного проекта. Суинтон сталкивался с недоверием и бюрократическими трудностями. Военные скептически смотрели на его идеи, опасаясь длительных сроков разработки. Однако настойчивый и целеустремленный, Суинтон продолжал продвигать свои концепции, координируя работу между военными и инженерами. Он играл ключевую роль в испытаниях и адаптации техники, активно участвуя в каждой стадии разработки. Несмотря на это, технические конструкции самого танка была заслугой инженеров сэром Уильямом Тритоном и майором Уолтером Вильсоном. Их руками был создан первый опытный образец, известный как «Маленький Вилли». Этот прототип стал отправной точкой на пути к созданию знаменитого «Марк-1», который, наконец, ворвался на поле боя, изменив ход военной истории. На этом развитие не останавливалось. Значительный вклад в успех первых танков внесли технологии американской компании «Холт», предоставившие идею гусеничного механизма. Как только один проект находил свое воплощение, инженеры уже думали над следующими технологическими прорывами. Какие же инновации позволили жить танкам не только как военным машинам, но и как символам новой эпохи? Мы заглянем в самое сердце этих инженерных секретов. При создании первых танков инженеры внедрили инновации, которые ознаменовали начало эры бронированной техники. Одним из ключевых прорывов стала адаптация гусениц из сельскохозяйственных тракторов для военных нужд. Эти гусеницы, подобно сельхозмашинам, смогли преодолевать траншеи и грязь, где обычные колеса были беспомощны. Первый танк, Марк Первый, снабжался броней от 5 до 12 мм, что на тот момент давало защиту от винтовочных пуль и осколков. Его самец был оснащен двумя 57-мм пушками и тремя пулеметами, тогда как самка располагала лишь пулеметами. Это позволило адаптировать машины под разные цели. Управление такими гигантами требовало усилий всей команды, состоящей из 8 до 10 человек. Водители совместно контролировали машину, обеспечивали ее маневренность, тогда как остальные отвечали за оружие и технические аспекты. Комплексная работа требовала слаженной координации действий и высокой тренированности. Любопытно, что проект Александра Пороховщикова с его вездеходом также включал амбициозные идеи, такие как колесно-гусеничный движитель и водонепроницаемый корпус. Однако его время пришло позже, и на передовой оказались британцы. Испытания первого танка прошли в феврале 1916 года. Танк успешно продемонстрировал свои возможности по преодолению сложных препятствий, благодаря чему получил одобрение командования и зеленый свет на массовое производство. Этот этап стал не просто проверкой, а подтверждением эффективности нового оружия, устремившегося изменить исход войн навсегда. Вскоре пришло время для серьезных испытаний на поле боя, которые оставят неизгладимый след в истории. На масштабные испытания отводилась британская местность Хатфилд, место, которое в годы Первой мировой войны стало ареной для ожесточенных тестов тяжелого оружия. В 1916 начались испытания модели Марка I, а более поздние модификации продолжали испытываться там вплоть до конца войны и даже после нее. Как только танк Марк I был представлен общественности, стало ясно – это лишь малая часть необходимых улучшений. Основные проблемы заключались в двигателе, который часто глох на самых ответственных участках. Кажется, именно из-за его механизмов, водя грязь и воронки, стало одной из самых больших задач – танк то и дело застревал в болотистой местности. Хатфилд Хаус стал местом, где не только проверялись боевые качества танков, но и внедрялись инновации. Под патронатом Лорда Солсбери и Роберта Сессила проводились проведения тестов, которые изменили представление о боевых машинах. Здесь инженеры совершенствовали броневую защиту, улучшали двигатель, находили оптимальные решения для ходовой части, испытывая машины на подъемы и водные преграды. От каждой осуществленной доработки и устраненной неполадки зависела успешность будущих операций. И эти испытания в Хатфилде с 1917 по 1918 год предвещали революцию в военной технике, подготовив танк для масштабного применения на полях сражений. С каждым днем он становился все более грозным средством ведения войны, что в дальнейшем привело к совершенствованию военных стратегий. Впереди предстояли первые реальные баталии, которые значительно повлияли на исход войн. Первые британские танки Марк, которые вышли на поля сражений в 1916 году, не имели привычных для нас вращающихся башен. Их вооружение располагалось в боковых спонсонах. Это местоположение ограничивало обстрел в полутора измерениях, но все же давало определенное преимущество в гибкости стрельбы. Независимые системы амортизации для пушек существовали только в мечтах инженеров будущего, так как на первой стадии танкостроения вести огонь в движении просто не представлялось возможным. Ходовая часть первых танков была далека от совершенства. Монументальные длинные гусеницы с жесткой подвеской стали своеобразным символом этих машин. Балансировка и независимая подвеска, которые позже сделали танки маневренными, тогда были лишь идеи, реализованные впоследствии. Эти ранние машины больше походили на железных гигантов, мужественно преодолевающих грязь и траншеи в условиях жесткой механики. Смотровые щели первых танков были прикрыты броневыми задвижками, предоставляя минимальное удобство экипажу для наблюдения за полем боя. Бронированное стекло в танках было результатом гораздо более поздних разработок, появившихся уже после окончания Первой мировой войны. В условиях боя системы вентиляции в танках оставляли желать лучшего. Совсем недостаточные по современным меркам, они с трудом справлялись с удалением выхлопных газов и охлаждением экипажа в стальных коробках, где царило невыносимое тепло. Лишь в межвоенные годы инженерные усилия привели к значительным улучшениям в области охлаждения и комфортности танков для экипажа. Само по себе появление танков было революционным, но все технические решения этого периода можно считать началом долгого пути эволюции, где каждый последующий шаг был важной вехой к более продвинутым и эффективным боевым машинам. И хотя эти уникальные ранние разработки не были столь изысканными, они стали трамплином для будущих инженерных открытий, которые мы увидим в дальнейших сражениях. Вскоре эти стальные гиганты выйдут на настоящие поля битв, доказывая свою роль в изменении хода военных действий. Первые британские танки удивили всех своей неожиданной мощью. Хотя их максимальная скорость едва достигала от 3 до 6 км в час, они компенсировали это возможностью преодолевать сложные препятствия. Благодаря гусеничному ходу танки уверенно пересекали рвы шириной до полутора метров и поднимались на препятствия высотой около 6 десятых метра. Эти самцы и самки, оснащенные пушками и пулеметами соответственно, имели экипаж до 8 человек. Слаженная работа команды обеспечивала танкам возможность двигаться по труднопроходимым местностям, переполненным окопами и колючей проволокой. Задача невозможная для пехоты и кавалерии. Но, несмотря на преимущество, масса почти 28 тонн переводила машины в категорию медлительных, вряд ли способных на стремительный рывок. Условия внутри танка оставляли желать лучшего. Быстро накапливающееся тепло, шум и вибрации создавали для экипажа невыносимые условия на поле боя. Частые механические поломки приводили к тому, что машина становилась легкой мишенью для артиллерии, что заставляло военных искать новые инженерные решения. Название «танк» возникло как уловка для маскировки проекта. Условное обозначение резервуара для воды скрывало реальные цели от противника. Однако, этот термин остался, став синонимом революционных изменений в военной тактике. Несмотря на все трудности, танки уже начинали определять будущее сражение, открывая новую эру в военной истории. Вскоре их участие на полях сражений покажет, насколько устойчивыми и эффектными могут быть эти стальные гиганты в реальных боевых условиях. Первая боевая операция 15 сентября 1916 года отметилась первым боевым применением танков на фронте Соммы в районе деревни Флер. Этот многообещающий эксперимент с участием 49 машин стал началом новой военной эры. Однако быстро выяснилось, насколько непредсказуемы могут быть первые шаги. Лишь 18 танков достигли боевых позиций из-за неисправности и сложного рельефа. Основной задачей было поддержать наступление пехоты и новинки техники продавили фронт, сея панику в немецких рядах. Танки своей массивностью и внушительным видом оказали огромное психологическое воздействие на врага, внушая ему страх и замешательство. Тем не менее, танки, как оказалось, были далеко несовершенны. Многие застревали в траншеях и грязи, довольно быстро выходя из строя. Хотя первое применение танков при флере показало тактический успех, все Сомское наступление сопровождалось огромными потерями и трудностями. Бои затянулись, показывая, что технологии сопровождались не меньшими вызовами. Холодная и дождливая осень заставила операцию замедлиться, превращая поля в грязь, что еще больше ограничивало возможности машин. Эта первая операция показала, как велики были ожидания и как суровы оказались условия тех времен. Несмотря на это, давно назревшая потребность в обновлении военных тактик становилась все заметнее. Танки обещали многое, и командование было готово преодолевать трудности на пути к их полному внедрению как основного инструмента в будущих боевых операциях. С каждым днем они приближали армейские возможности к совершенно новому уровню, куда же привели эти технологии после первых испытаний. Следующие этапы покажут наглядные изменения, которые готовит будущее. Эволюция дизайна танков началась с первых британских машин марк появившихся на полях сражений Сомы в 1916 году. Эти угловатые гиганты весом около 28 тонн и с малой скоростью около 4 миль в час оказали мощное психологическое воздействие на противника своим видом. Будучи предназначенными для преодоления окопов и колючих заграждений, их конструкция подразумевала боковые спонсоны для вооружения, так как вращающихся башен тогда еще не существовало. С появлением во Франции в 1917-м приноут FT конструкции начали претерпевать изменения. Этот французский танк стал первым вращающейся башней, что значительно повысило гибкость атаки и облегчило интеграцию в новые тактические решения. Хотя в Первую мировую войну значительных улучшений в материалах и броне не произошло, позднее подобные разработки открыли дорогу для более легких и обтекаемых форм, как это стало понятно во Вторую мировую войну. С появлением более мощных двигателей и новых типов подвески танки обрели большую скорость и экономичность. Гусеницы Марк Перо, впервые примененные на танках, заимствованные из сельхозтракторов, хоть и отличались шумностью и нестабильностью, закладывали основу для будущих улучшений. Со временем их заменят более устойчивые системы, обеспечивающие лучшее сцепление и более мягкое движение. Новаторские решения, такие как интеграция независимой подвески и обтекаемых форм, пришли значительно позже. Но именно опыт Первой мировой войны стал катализатором для поиска новых инженерных решений, погрузив мир в эпоху маневренной и моторизованной войны. Это был только первый шаг на пути к революции, которая приведет танки в эпоху полностью автоматизированных систем и композитных бронированных материалов, но уже в 20 веке. Эти находки легли в основу многотысячных армий будущих конфликтов, преобразив технику и тактику ведения войны. В следующем появлении танков начнется их роль в глобальном переосмыслении сражений. Танки, появившись на полях сражений в самом начале 20 века, быстро стали важной частью вооруженных сил и продолжают оставаться таковыми сегодня. Современные танки оснащены незаменимыми технологическими средствами, такими как тепловизоры и системы лазерного наведения, которые позволяют поражать цели с высокой точностью. Используются также спутниковые системы, интегрированные в командные структуры для улучшения разведывательных данных. Сегодняшние модели превзошли своих стальных предков, но важные элементы, которые сделали танк символом силы и новаторства, сохраняют свою актуальность. Развитие брони, повышенной прочности и модульных конструкций делает их гибкими и универсальными для многообразных боевых задач. От атаки до обороны. Большинство армий мира рассматривают танки как основную составляющую своих вооруженных сил, показывая, что несмотря на технические трансформации, их стратегическое значение высоко как никогда. Совершенствование материалов и алгоритмов управления позволяет современным танкам выполнять разнообразные роли, адаптируясь к условиям боя. Они остаются символом инженерной мощи, открывая новые горизонты военной науки, сохраняя в своих стальных формах дух изобретательности, заложенный первыми конструкторами. Некоторые армии внедряют более мобильные сетевые системы вооружений, однако танки продолжают обеспечивать мощную огневую поддержку и защищать свои войска, подтверждая свою неоспоримую значимость на полях битв. Гармония между наследием прошлого и инновациями будущего создает неразрывную связь в истории танков, предопределяя их роль в следующем этапе эволюции военных технологий.